Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Левит. И сегодня мы будем читать четвертую главу этой книги. Она начинается словами «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать. Если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота, тельца, без порока Господу в жертве о грехе». Итак, здесь говорится о грехе, который совершается по ошибке против каких-либо заповедей Божьих и о грехе священнослужителя, который называется здесь помазанником, то есть помазанником Божьим, который имеет помазание Духа Святаго, но при этом он человек. Помазанниками были кто? Пророки, цари и священники. И они впадали в разные грехи. Например, русский царь Иван Васильевич Грозный, который был помазанником Божьим, он написал письмо братья Кирилла Белозерского монастыря, чтобы указать на некоторое их неканоническое поведение. Но в самом начале он начинает обличать себя. Аз блудный, грешный, недостойный. И священнослужители, и пророки Божьи допускали ошибки. Мы это видим из Священного Писания. Моисей даже не смог войти в землю обетованную, потому что в одном случае он не проявил должного усердия в исполнении воли Бога. Конечно, когда речь идет о пророках, о святых, то их какие-то огрешности, с точки зрения обычных людей, они даже не выглядят огрешностями, тем более грехами. Но со Своих избранных Бог всегда спрашивает значительно строже, чем с обычных людей. Итак, перечитаем первый и второй стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке, против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать». В православной толковой Библии дается такое объяснение. «Если жертвы всесожжения и мирные были известны евреям и до закона Моисеева, то жертвы умилостивлительные или грехоочистительные, жертвы за грех, жертвы повинности, являются, собственно, установлением закона Моисеева. Постановление о них образует новый законодательный раздел». Это с четвертой по седьмую главу книги Левит. «Эти жертвы уже не предоставляются свободе и усердию каждого члена теократического общества», говорится в православной толковой Библии и далее. «Они обязательны, такие жертвы, при наличии греха, преступления, подлежащего жертвенному очищению. Не всякий, однако, грех допускал такое очищение, а только совершенный по ошибке». Как мы здесь прочитали, из какая душа согрешит по ошибке. То есть по ошибке вследствие общечеловеческой слабости отнюдь не с явным намерением, не дерзкой рукою. За последние грехи, безусловно, назначалась смерть. Если дерзкой рукою человек совершал грех. «Жертвы умилостивительны, по идее, должны были воспитывать совесть евреев в особенной чуткости к разного рода уклонениям от нравственного долга». Вот такое объяснение этого текста мы находим в православной толковой Библии преемников Лопухина. Действительно, мы не видим, чтобы в книге «Бытия» кто-то приносил жертвы за свои грехи. Жертву Богу приносили, восхваляя Бога, исполняя какой-то обет, данный Богу. А вот в четвертой главе книги «Левит» и по седьмую главу в той или иной степени говорится о жертвах, которые приносятся за грехи. Такие жертвы есть жертвы умилостивления. В христианской традиции, если человек оказывается в состоянии греха, который совершен пусть даже по ошибке, по запальчивости, человек как-то не обратил на это внимания сразу, он идет на исповедь и принимает необходимую эпитимию, если священник дает эпитимию, чтобы обезопасить себя от повторения подобных ошибок. Но далее мы прочитали, если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, здесь мы видим, что грех священника каким-то образом делает виновным и народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота, тельца, без порока, Господу жертву о грехе. Священник — это тоже человек. И, кстати, священнослужители, как правило, подвергаются большим искушениям, чем обычные люди. Один старец увидел монаха, который шел в мантии со многими складками новей, кто-то, может быть, видел такие мантии. И старец сказал монаху, осторожно ходи, на каждой складке твоего монашеского плаща по два беса сидят. И действительно, на войне вражеские снайперы, они высматривают того человека, которому отдают честь. И они понимают, это командир и по нему стреляют. Поэтому на передовой запрещено отдавать честь даже генералу-маршалу, чтобы таким образом не выдать этого человека, не подставить его. А дьяволу известны церковные лидеры, церковные активисты. И он особенно пытается опрокинуть таких детей божьих, служителей, которые трудятся на небе благоествования, совершают ответственный епископский апостолат, пресвитерский или дьяконский. И в некотором смысле народ становится виновен в грехе священника, когда подражает его греху. Но если народ не подражает греху священника, а наоборот кается за себя, что не вымылили священника у Бога, чтобы Господь его защитил, и еще более усердно начинают соблюдать заповеди, то здесь, конечно, ситуация может поменяться. Святитель Иоанн Златоуст в своем трактате о священстве пишет, «Еще прежде пророков, желая показать, что грехи священников подлежат гораздо большему наказанию, нежели грехи простых людей, он повелевает, то есть Господь, повелевает приносить за священника такую же жертву, которая приносилась за весь народ». Как правило, жертву крупного животного из крупного скота-тельца без порока, это как бы за народ приносилось, а тут в отдельности за священника. Златоуст продолжает. «Этим он, Господь, выражает не что иное, как то, что раны священника нуждаются в большей помощи, в какой нуждаются раны всего народа». Потому что дьявол, опрокинувший священника в тот или иной грех, он будет действовать всячески более чем усердно, чтобы уже погубить его до конца. Поэтому падающий священник, если он впал в какой-то грех, это не его личное дело. И это должно волновать нас только с одной стороны, как помочь пастырю, оступившемуся, подняться. Златоуст пишет. «Они не нуждались бы в большей помощи, если не были бы очень тяжелыми. Очень тяжелыми же они бывают не по своей природе, но по достоинству священника, совершающего грехи». То есть имеется в виду, что статус священника, он почти является статусом общины, которую окормляет священника. И поддержка священника, когда он борется со своими страстями, это очень важная поддержка. Прихожане обычно чувствуют, что что-то происходит. А если становится что-то известно, какие-то проблемы возникли у священника, нравственного характера, мы должны покрывать любовью и с молитвой выпрашивать, чтобы Господь помог оступившемуся служителю подняться. Сам факт, то, что мы читаем, что если помазанный священник согрешит, он должен приносить жертву, он свидетельствует о том, что грех не перечеркивает значение священства. Жертва может помочь им восстановиться. А наша жертва – это Христос, распятый за нас. Преподобный Исидор Пелусиот, это его письма, книга первая, писал, «Ни одно и то же грешить мирянину и священнику». Здесь с другой стороны немножко. «И это яствует из закона, потому что за согрешившего Иерея он повелевает приносить такую же жертву, как и за весь народ. Если бы эти грехи не были равнозначны, то закон не постановил бы приносить ту же жертву. Большим же делается грех не по естеству, а по достоинству совершающего. Ибо если падет тот, кто должен держать в порядке других, то сие падение делается более важным по достоинству павшего». С одной стороны он повторяет мысли Златоуста, с другой стороны он более подробно детализирует, а действительно, как мы должны реагировать на грехи священников, епископов, пресвитеров, деканов. Перечеркивают ли их грехи значимость того служения, которое они совершают? На самом деле нет. Учение церкви заключается в том, что благодать действует и через недостойных священнослужителей. Но, как это не покажется кому-то парадоксальным, если кто-то скажет, вот этот священник недостоин совершать службу, он сказал греховные слова, но не такие страшные, как нежели кто-то скажет, «Этот священник достоин совершать службу». Вот это безумие сказать, что кто-то достоин отпускать грехи, сводить на хлеб и вино действия при осуществлении в тело и кровь. Да любое таинство никто не достойного совершает. Поэтому говорящий, что кто-то недостоин, он грешит грехом хамства по отношению к духовному отцу. А говорящий о каком-то священнике, что он достоин, присваивает этому священнику статус самого Христа, который один достоин, свят, 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 Господь Бог. Поэтому в понимании отцов церкви мы должны понять, что одно дело – эта благодать, которая действует в честь священника, она всегда не соответствует его достоинству, потому что никто не может быть достоин столь великих действий, какие совершают священники в таинстве. И другое дело – падение священника, который не перечеркивает действия благодати, ибо не священник совершает таинство. Они совершаются Христом, действием Духа Святаго, а священник – это инструмент в руках Божьих для совершения тех или иных таинств. Если, например, вода текет в наш дом по серебряным трубам, конечно, это неплохо. Но если вода текет в наш дом по ржавым трубам, но при этом она не несет ржавчину, а чиста, то мы пользуемся ею. Точно так же, если бы она текла бы и по золотым трубам, потому что священник – это только орудие, которое исполняет инструментальную задачу. И если кто-то копает серебряной лопаткой или золотою, или обычной землю, результат – он тот же самый. Давайте посмотрим, что святые отцы пишут о том, что действие благодати совершается и через недостойных пастырей. Во-первых, вспомним слова самого Христа, который говорил. Это Евангелие от Матфея. На Моисеем седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что велят вам делать, делайте, но по делам их не поступайте, ибо они говорят, но не делают. Конечно, все земные священники не могут быть сравнимы с первосвященником Христом. Но Христос, первосвященник, исцеляя людей, отправлял их показаться священником. Обычным священникам, не пренебрегая их статусом, научая и нас, служащих Богу в той или иной степени, не пренебрегать служением священникам. Что пишет блаженный Августин? «Служители Церкви Божьей не перестают быть орудиями благодати Божьей, хотя бы сами не были святыми. Каков бы ни был священник, когда он молится за народ, его молитва возносится к Богу. Его поучения, если содержат истину, полезны для других. Его священодействия имеют всю силу для верующего. За себя он сам даст ответ Богу, но для паствы он есть истинный пастырь». Ефрем Сирин пишет «Если и не знаешь, о каком иерее, достоин ли он сана или недостоин, то не презирай его ради заповеди Христовой, как не терпит вреда светлое золото, если покрыто оно грязью, а также и самый бисер, если прикоснется к каким-нибудь нечистым и скверным вещам, так, подобно сему, и священство не делается оскверненным от человека, хотя бы принявший был и недостоин». Святитель Иоанн Золтауст писал «Кто почитает священника, тот будет почитать Бога, а кто стал презирать священника, тот постепенно дойдет когда-нибудь и до оскорбления Бога. Если кто преподает правое учение, то смотри не на жизнь его, а на слова. В отце, то есть в родном отце, хотя бы он имел бесчисленное множество слабостей, сын покрывает все». И действительно мы знаем, что когда Ной, отец Сима, Хама и Афета, упился вина и лежал голый в шатре, Хам смеялся над наготою отца. А праведные Сим и Афет, они покрыли наготою отца, буквально в смысле, они взяли его одежды, шли задом, чтобы не видеть наготою отца, и накрыли одеждами. Святитель Григорий Богослов пишет «К очищению тебя всякий достоин веры, только бы был он из числа получивших на сие власть, не осужденных явно и не отчужденных от церкви». То есть церковь его не запретила за его грехи. Григорий Богослов продолжает «Не суди судей ты, требующий врачевания, не разбирай достоинства очищающих тебя, не делай выбора, смотря на родителей, хотя один другого лучше или ниже, но всякий выше тебя». Действительно, отец или мать? Ну да, отец выше матери, но мы должны почитать и отца, и мать. Григорий Богослов продолжает «Рассуди так два перстня, золотой и железный, и на обоих вырезан один и тот же царский лик, и обоими сделаны печати на воске. Чем одна печать отличается от другой?» Ничем. «Распознай вещество на воске, если ты всех премудрий. Скажи, который оттиск железного, и который золотого перстня. И отчего он одинаков? Ибо хотя вещество различно, но в начертаниях нету различия». Да, мы, священники, разные, но действие одно и то же. Действие Христа благодатью Духа Святаго. И Григорий Богослов пишет, «И отчего он одинаков? Ибо хотя вещество различно, но в начертании нет различия, так и крестителем да будет у тебя всякий. Ибо хотя бы один превосходил другого по жизни, но сила крещения равна, и одинаково может привести тебя к совершенству всякий священник». Кто наставлен в той же вере? И очень печально бывает видеть, когда, например, архиерей приезжает в большой храм, и когда причащают народ, причащают двумя-тремя чашами. И все хотят непременно причаститься у архиерея. Выстраивается большая очередь, а к священникам меньшая очередь. Разве архиерей или священник причащает своей кровью, своим телом? Это тот же самый Христос, то же самое его тело и та же самая его кровь. А кто преподает? Это уже не суть важна. И Сидор Пелусиот писал, «Ничто не теряет приемлющий священное таинство, если бы преподавший оказался и недостойным, и небесплодными он пользуется таинствами, хотя бы священник всех людей влек собою к нечестью». И еще одна цитата Блаженного Августина. «Богу всегда принадлежит благодать». То есть действие благодать – это от Бога. «Богу и таинство». Он и совершитель таинства. «А человеку одно служение». Священник – это инструмент. Если он хорош, то есть священник, то согласуется с Богом, действует с Богом. Если не хорош, то дух-то через него совершает Бог видимую форму таинства, а сам Господь дарует невидимую благодать. «Не думайте, будто от нравов и действий людей зависит божественное таинство. Они святы от того, кому принадлежат». То есть от Христа. А если бы таинства зависели бы от нравов и действий людей, мы были бы заложниками ситуации. А может, священник согрешил и не поисповедовался. Это что, какая-то русская рулетка была бы? Нет. Христос – совершитель таинства. И смотрите, что пишет блаженный Феофилакт Болгарский. «Действует благодать и через недостойных, так что мы освящаемся и через недостойных иереев». И еще одна цитата Златоуста. «Кто преподает неправые учения, того не слушай, хотя бы он был ангел». То есть по жизни. А если кто преподает правые учения, то смотри не на жизнь его, а на слова. «Не сам он говорит тебе, если повинуешься только ему, то не получаешь награды. Тебе заповедует Христос». Что я говорю? Даже Павла не должно было бы слушаться, если бы он говорил что-нибудь от себя, что-нибудь человеческое, но должен слушаться его как апостола, имеющего в себе Христа, который говорил через него. А то, что Христос говорил через Павла, сам Павел пишет. «Не я живу, но живет во мне Христос». А то, что даже ангела не надо принимать, апостол Павел пишет в послании Галатам, «если кто-либо из нас, из апостолов, придет, или ангел с неба придет, и будет говорить не так, как вы приняли, а нафема». То есть дунь-плюнь и не обращай внимания. Таким образом, мы должны осознавать, что священник, любой священник, он находится под прицелом многих сил зла, потому что задача дьявола – поразить пастыря и рассеять овец. И наша задача – более чем усердно молиться за тех, которые совершают свой апостолат в нашем народе, чтобы их уберечь и от клевет, от доносов, если такой фейковый способ нападения на священное началие, и вымаливать, если действительно что-то с ними произошло. И далее мы читаем. «И приведет тельца к дверям скинье собрание пред Господа», то есть священник, который совершил что-то не так, «и возложит руки свои на голову тельца и заколет тельца пред Господа, и возьмет священник, помазанный крови тельца, и внесет ее в скинье собрание». То есть один священник приносит жертву, другой берет кровь. То есть мы, священники, исповедуемся друг у друга. И даже патриарх имеет духовником архимандрита, не епископа, не митрополита. И это в порядке вещей. Как сказано, «носите бремена друг друга, так и исполните закон Христов». Конечно, мы имеем великое преимущество, что нашим первосвященником, который вносит кровь во святая святых, является сам Христос. И он входит во святая святых со своей собственной кровью, не с кровью, а с кровью Агнцев и Тельцов. Что пишет святитель Кирилл Иерусалимский? Это огласительные слова для просвещаемых. Иисус и Христос – это два имени. Иисус ибо спасает, Христос ибо священствует. Я уже как-то объяснял, что Христос означает помазанник, а помазанниками были цари, пророки и священники. И Кирилл далее пишет. «И предвидя это, божественный пророк Моисей эти два имени даровал двум мужам, то есть имя Иисус и Христос, из всех одного преемника своей власти, Осию, он переименовал Иисусом, другого же брата своего Аарона назвал Христом». То есть помазал его, возводя на священство. «Чтобы в двух избранных мужах представить первосвященническое и царское достоинство собирающегося прийти единого Иисуса Христа». Действительно, волхвы, помните, принесли дары Христу, золото как царю, ладан как Господу, а Смирну как человеку, который предоставил умереть. То есть Христос, он царь, он первосвященник, и он совершал еще и пророческое служение в своем человечестве. И в православном догматическом богословии вот эти два, точнее, три уровня его служения, они выделяются. В своем человечестве он действует как первосвященник, как царь, как пророк, при этом являясь Богом. Потому что божественное человеческое во Христе в единую ипостась. И вот об этом пишет Павел. Вот сколько мы изучаем с вами книгу Левит, мы постоянно видим, священник внесет кровь, священник покропит кровью. Сейчас нам этого не надо. Это делает Христос. Послание к евреям, 4 глава, 14-16 стих. Павел пишет, апостол, «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Ведь Христос взял на себя грехи всего мира. Павел продолжает, «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». То есть наш первосвященник, очищающий нас от всякого греха, он со своей кровью восходит во святая святых в день Вознесения, когда он возносится на небеса и садится, одеснуя Бога Отца, в его небесном святилище, для того, чтобы ходатайствовать за нас, как и сказано, «един ходатай,един посредник» между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, имеется в виду в его персвященническом служении. В 4 главе 6 по 12 стих излагаются правила очищения кровью. Мы не будем подробно разбирать этот текст. Апостол Павел писал, о чем не нужно теперь говорить подробно. Это послание к евреям 9,5. Но здесь дальше идет тема, интересная для нас, с 13 стиха. «Грех общества – коллективные грехи наших современников». Как к этому относиться? И мы читаем, «Если же все общество Израилева согрешит по ошибке», то есть не отдельный человек согрешит по ошибке, а целый народ, целое общество, «и скрыто будет дело от глаз собрания и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и будет виновна, то когда узнан будет грех, то есть коллективный грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его пред скидию собрания». А помните, мы с вами читали, «священник любой такую же серьезную жертву приносит». Потому что священник равен целому сообществу. «И возложат старейшины общества руки свои на голову тельца пред Господом и законят тельца пред Господом». Вот очень важно, братья и сестры, чтобы нам не участвовать в коллективных грехах наших современников. Вот сейчас лукавые времена, нагнетается какая-то истерия на всей планете. Одна страна клевещет на другую. Мы можем выслушать одну сторону, другую, попытаться разделить информацию пополам. Лгут буквально все. И чтобы нам не запятнать себя коллективными грехами наших современников, мы должны устраняться от политических, националистических спекуляций, всего того, что может втянуть нас в некую воронку коллективных преступлений целой страны, целого народа и такие проблемы по всему миру. Поэтому христианин – это человек, который послан в этот мир, как овец среди волков послал нас Господь. Свет веры в отме светит. Поэтому проявлять солидарность каждому действию людей, которые окружают нас, не надо. Не надо разделять их возмущение, их эмоции, если мы до конца не уверены, а что это такое, дабы коллективные грехи наших современников не утащили бы и нас в эту воронку последующей ответственности за эти грехи. Далее, 16 по 21 стих предлагаются подробности совершения очищения целого общества. Но опять же, для нас эти подробности уже не имеют такого значения, потому что в каждом случае кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Но следующая тема очень важная. Говорится о грехе начальника в народе. Вот смотрите, как интересно четвертая глава формирует материал. Грех, совершенный по ошибке. Грех священника. Грех человеческого сообщества. Грех начальника. И мы читаем о грехе начальника в народе. 22 по 24 стих. А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповедей Господа, Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока и возложит руку свою на голову козла и заколит его на месте, где заколаются всесожжения пред Господом, это жертва за грех. В чем есть опасность греха начальника? Князя, например, в своем народе, правителя, царя. Опасность та, что если человек, находящийся в состоянии смертного греха, руководит другими людьми, это и есть тот случай, когда слепой ведет за собой слепых, и они упадут в яму. Известно из русской истории, что когда государь Иоанн Васильевич Грозный решил вступить в очередной брак, у него жен травили, всякие боярские партии хотели свою кандидатку подсунуть в царицы. И царь решил вступить в очередной брак, а церковь ему стала запрещать. Мал, и так ты был в браке несколько раз, до сих пор историки спорят, то ли пять, то ли восемь браков у него было. И вот очень интересно ответил царь Иоанн. Он ответил, «Да вы что, хотите, чтобы я в блуд впал и через сие государство бы погибло бы?» Вы видите, какая логика была, ответственность какая была, самосознание ответственности у царя Иоанна. Он понимал, что если он, не дай бог, впадет в блуд, то еще государство может погибнуть. Если он стоит во главе этого государства. Поэтому церковь приняла эту логику, ему разрешили вступить в очередной брак. Об отношении к властям, к начальникам, говорится очень подробно в послании к римлянам апостола Павла. Это 13 глава. Я зачитаю только некоторые слова. «Всякая душа добудет покорно высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отомститель в наказание делающему злою». И действительно, человек едва ли будет вступать в конфликт с властью, если у него нету прегрешений, каких-то преступлений, за которые власть готова спросить с него. С 25 по 26 стих говорится о подробности жертвы начальника, как он должен приносить жертву. Далее. «Жертва за инородца или простеца». Скажем так. А если согрешит вообще какой-нибудь там узбек в Москве на бедокуре что-нибудь, или кто-то еще, простец, крещеный, ненаученный. А тут как? Эти законы, они актуальны. Все, что мы находим в Писании, как я часто подчеркиваю, все Писание полезно, это учат апостола. 27 стих по 29. «Если же кто из народа земли...» Народ земли — это можно перевести как иноземец, но можно перевести как МХА Рец, человек земли, как простец. то есть может быть он еврей, но как вот на славянском, на славяно-русском, черн. «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил». Смотрите, вот начальник приносит козу в жертву и народится. Вот почему не так, как в священнике, там обычные люди, овцу, тельца. Потому что начальнику надо свое упрямство преодолевать, а и народцу или невежде свое невежество. «И возложат руку свою на голову жертвы за грех и заколют козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения». И, кстати, в Иерусалимском храме было принято на Пасху – мы об этом уже как-то говорили – приносить в жертву 70 быков в честь 70 народов мира, потому что Бог промышляет о всем творении, и Ветхозаветная Церковь это понимала. И даже за язычников, с которыми они воевали, они тоже приносили жертвы. В нашем случае Чернь из народа земли это простецы, ненаученные вообще, не знающие ничего о нашей вере. Но что сказано о таких людях в Писаниях? В послании к римлянам, 14 глава, 1 стих, сказано «Немощного вери принимайте без споров о мнении». То есть если до нас дойдет информация, что какой-нибудь там человек вообще не знающий ничего о нашей вере, совершил какое-то преступление, но он ищет как бы для себя раскаяние, да, может быть, он крещён, но не научен, мы не должны отталкивать таких людей. Даже если это серьёзное преступление, но это, скорее всего, результат неведения, его немощи, интеллектуальной, духовной немощи. И мы без споров должны принимать таких людей. И смотрите, что пишет по этому поводу святитель Геннадий Константинопольский. «Кто столь бесчеловечен, чтобы наброситься на больного, отложив прощение, и хотя следовало бы помочь, ещё и добавит к его несчастью это увещевание, что немощного надо принимать без споров о мнении, сделано для Павла необходимым и предыдущее наставление, ибо он многими способами доказал, что благодать, которая во Христе, упразднила закон и весь подзаконный образ жизни. Посему апостол естественно сознавал, что иудею будет трудно переносить язычника, и между ними возникает соперничество, если он не побеседует с ними, как подобает об этом предмете. И вы знаете, вот в церкви, как это проявляется, есть люди, которые с детства крещены, а есть люди, которые недавно покрестились, им там уже 60-70 лет, они покрестились недавно и начинают учить нас. А вот я могу сказать о себе, я рожден в венчанном браке моих родителей, я был крещен в младенчестве. Но является ли это для меня преимуществом, если я не буду проявлять усердие в исполнении воли Божией? А кто-то недавно крестился, всю жизнь прожил не так, но его первая любовь дает ему возможность, первая любовь к Христу, начать жизнь с белого, чистого листа. И далее до конца четвертой главы даются подробности принесения жертвы за простецов или народ земли, как они называются на страницах Священного Писания.